Всем привет, всем здравствуйте! Оля из Тампорис, Велиндия. Я нахожусь в магазине Линедекс. Ну и конечно хочется вот такого тепленького, мягенького, большого. Ну и я когда вот такие вещи мерю, конечно, какая жалость, что я стояла в очереди за руками. Последние руки вот достались мне такие коротенькие. Все вот эти рукава ужасно, конечно, длинные. И здесь практически нет возможности загнуть, так как очень тяжелый рукав и широкий. Даже если вы загнуете, он все равно будет отгибаться. И вы будете как вот такой вот, знаете, пьеро, который поет и любит мальвину. Ну а так, конечно, светорок очень миленький, очень приятный к телу. Сейчас посмотрим, сколько это прелесть стоит и из чего он сделан. Здесь она 60 на 40 полиэстер с катоном и размеры XS-S, M-L и XL-XXL. И это прелесть стоит 39,99. Да, и он еще оказался всему синенький. Мой любимый цвет. Ну, рукава, конечно, да, подкачали. И это платье было в двух цветах. Молочно-желтоватое и вот такое темно-коричневое. Ну, конечно, длинно просто супер, прикрывает колени. Оно вот такое широкое, мягенькое. Я завернула опять рукав. Рукав очень длинный. Да, и, конечно, со светом. Не знаю, как встать, показать. Кажется, как будто оно черное. Хотя это платье темно-коричневого цвета. Сейчас посмотрим, сколько это прелесть стоит и какой материал. Да, мне очень жалко женщин, которые приходят вот так из магазина в магазин, пытаются что-то примерить, померить. И, в итоге, как говорится, облом самый натуральный. У меня был размер XL. Полиэстер с полиэстером, конечно, носить нельзя. Током меня бьет. Каждый раз, когда я вот эту вещь пытаюсь снять, караул, караульный, и волосы у меня сейчас прямо дыбом стоят. Видно вот от этого полиэстера. И эта прелесть стоит 49,99. Да, конечно, за полиэстер 50 евро совсем отдавать не хочется. Как мне нравится этот цвет. Здесь вот такой зеленовато-желтоватый. Мне кажется, очень хорошо подходит под мои очки. Но, конечно, здесь примерочный караул. Здесь на такой желтый цвет. Кажется, что у меня зубы и губы синие. Да, вот так вот придешь, и просто ты смотришь на себя, и на себя ты не похож. Так что, народ, если вы вот в такой примерочне смотрите на себя и удивляетесь, не пугайтесь, вы домой придете и опять сразу похорошеете. Ну и, конечно, вопрос у меня, кто это платье шил. Помните, как у анекдоту Райкина, к пуговицам претензии есть? Нет, к пуговицам претензии нет. Но и здесь то же самое. Если это зимняя коллекция, ну, как можно в Финляндии ходить с зимней коллекцией вот в таком платье? И я метр шестьдесят восемь, и оно мне больше, чем в пол. То есть, если ты через какой-то сугроб и в нем идешь, конечно, юбку нужно поднимать, задирать. Или какую-нибудь резиночку, но не знаю. Вот когда смотрю на этот весь пошив, то, что пошито на праздник для женщин, которые хотят бюджетно шопиться, вот, честно говорю, не знаю, пошла бы я на праздник в таком платье или дома ходить после сауны. Сейчас померяю еще с шерстяной кофтой. Да, и когда я надела это платье с кофтой, это просто как караул. Смотрите, как оно ужасно выглядит. Да, мне не нравится, но ни с какой стороны. Сейчас отойду еще подальше. Вот, посмотрите, что вам напоминает, когда вот такое платье и вот такая кофта. Ну, вы бы пошли на праздник в таком прикидоне. Но это просто карауль караульный. Да. Давайте, народ, пишите, какое было самое страшное в этом моем. Здесь у нас размер XL. Вот сразу чувствуется вещь натуральная. Это, конечно, вискоза. У меня был размер XL и стоит это платье 29,99. Да, очень приятное к телу. Но посмотрим, как будет на мне. Ну и, конечно, вот это прелесть. Такая кофта с самовяз. У меня был размер XL, XXL. Стоит это прелесть 29,99. Был другой цвет, песочный. Я взяла желтую вот к этому платью. Ну, это акрил, полиэстер 100%. Вот представьте, что с ней будет после первой стирки. Да, очень красивая кофточка, мягенькая. Ну, так как это полиэстер 100%, это, конечно, кофта до первой стирки. Стирать ее нельзя. Или нужно носить очень аккуратно. И после стирки, когда постираешь, положить на полотенце и попробовать пройтись, чтобы катышки все собрать. Да, конечно, полиэстер это всегда большая проблема. Хоть бы как дешево, его нельзя можно было купить. Да, конечно, очень много вещей со скидками. Будьте любезны, 25% и так далее. Да, это все понятно. Праздники отменяются потихоньку. И, конечно, сейчас большие морозы. Но, опять же, сказали, что потеплеет. И поэтому быстро нужно вот эти все шерстяные, как говорится, вещи продать. И помните, размеры здесь есть до 2XL. И, конечно, цвета настолько вот такие красивые. Да, очень много красивого есть. Мне вот эта кофта понравилась. Но была бы она не с акрила. Это, конечно, да, не очень все, как говорится, хорошо. Много безика, черно-белого, футболки, юбки, брюки и так далее. Джинс тоже у нас большой отдел. Здесь у нас есть вот такие фотки. Мне безумно нравится, когда на джинсах висят фотки. Ты сразу видишь. Это у нас для коротких, для высоких, для вот таких простых, как говорится, смертных и так далее. Да, это тоже все очень здорово. Ну, и, конечно, Рождество, Новый год. Вот такая красота в красненьком. У нас здесь эко-кожа шорты. И вот такой красненький свитерок, кофточка. И со всего минус 25%. И большое количество подарочных упаковок, ночных рубашек и так далее. То есть, конечно, в Линдексе можно купить тоже подарок. Да, и, конечно, эти манишки продают везде и всюду. Смотрите, какая красота. Да, утепляемся стильно. Шарфики, шапочки, сумочки. Ну, и, конечно, медвежонок. Вот такая курточка. Ну, и этот отдел просто сделан для меня. Все собрано в черном цвете. Я могу вот здесь стоять просто полчаса и выбирать, чтобы померяется. Да, конечно, здорово, что вот любителям черного сделан вот так целый отдел. Будьте любезны. Да, вот так тоже иногда бывает. Придешь в магазин и думаешь, о, что-то сейчас сниму примерки. Ну, а получается как наоборот. И мне пришлось прийти в Капахал, снять еще несколько примерок. Да, вот так приходишь иногда, а, как говорится, и померить, и вроде как и нечего. И примерочная просто караул метр на метр. Хорошо я сюда поместилась. И свои вещи я сложила вот сюда. Да, даже раздеться было негде. Вот, как говорится, о чем они думают, когда они делают такие примерочные, куда человек помещается. Вот, как говорится, как помещается. Ну, здорово, ажатажа нету. Можно снять. Да, конечно, платье не мое, но посмотрим, сколько оно стоит. Мне кажется, что оно какое-то даже вот зеленое с бархатом. Да, платье зеленое, бархат, ну, бархат и полиэстер 100%. Стоит оно 39,99. И теперь в Каппахал написано вот так, пожалуйста, можно вернуть в течение 30 дней. Это же тоже здорово. Я в Каппахале не была ровно полтора года, но пришла, чтобы что-то снять, потому что в том магазине, к сожалению, не было даже ничего, чтобы тетя Оля могла, как говорится, померить. Да, и вот это то же самое. Вот такая красота зеленая. И когда я наряжаюсь в такие платья, ну, что мне хочется сказать. Я, конечно, радуюсь просто из-за того, что у меня очень много есть старого. Конечно, я голая никогда не останусь, даже не купив в этом магазине ровно ничего. Но радует в то, что два платья было, из чего можно, как говорится, было примерить. Приятное к телу, хоть и полиэстер, очень красивый вырез, хороший рукав. И мне нравится вот этот отрез. То есть, получается, знаете, тут можно сесть, как говорится, отобедать, сесть и закусить. Даже если на каком-то празднике вы будете танцевать. Юбка тоже очень хорошей, длинной. Она прикрывает колено, но не в пол. То есть, вот когда садишься, даже будет чувствоваться, что, знаете, не надо все время это платье поднимать. Да, очень-очень-очень-очень мне понравилось. Но, опять же, зеленый цвет, мне кажется, не мое. Ну, и хочется перевернуть камеру, посмотреть, как этот цвет. Да, конечно, лампы тоже, кажется, что ты как инопланетянин с розовым лицом. Ну, вроде ничего, цвет, да, к лицу. Да, как пахал. Это, конечно, скандинавский стиль. Это мы все знаем. Бюджетный шоппинг. 100% полиэстер 59,99. Но, вот, посмотрите, XL размер мне был, как говорится, крас. Вот, никогда ты по интернету заказывай, не знаешь, какого размера нужно заказать. Иногда 2XL, иногда 3XL. А иногда и XL попадает, вот, как говорится, в точку. Да, хорошо, что я пришла в Каппахал посмотреть, что здесь есть веселенького для примерки. Ну, и как хорошо, что я пришла в Каппахал примерить что-то вот такое на Новый год. Ну, конечно, красный цвет. Это просто не мое. Как бы это не виделось на камеру вот с таким фуксия. Нет, это ровно красное и ничего, кроме красного. Но, что хочу сказать про это платье. Если бы я работала где-нибудь в Сеураконте, вот, как говорится, при церковном приходе, и там бы люди приходили поесть на рождественский праздник рисовую кашу и попить глюки. Такое платье, конечно, вот на такое рабочее место. Это был бы шик, блеск, красота. Так как я к красному цвету отношусь, ну, настолько равнодушно. Это вообще не мое. И фасончик, мне кажется, я как тетенька на чайник в этом платье. Вот, знаете, только бы присесть куда-то. Ну, а если кто-то напишет, Оля, да не гневите Бога. Вам как хорошо, здорово. Купите и на, как говорится, носите четыре недели. Вот, когда праздники Рождество, Новый год и Старый Новый год. Ну, вот, народ, не знаю, почему. Почему я к этому красному цвету так равнодушна? И фасон, опять же, не мой. Нет, это точно не мое. Хоть бы как бы красиво не было. Здесь у нас полиэстер с вискозой. Размер у меня был XL. И здесь написано Virgetahra. Вот, оно испачкано. Поэтому с этого платья минус 10%. 59,99. Да, вот такое красное платье я мерила. А теперь она кажется оранжевым. Вот, не знаю, куда бы его повесить, чтобы получился вот как оно на самом деле красное. И сейчас вот эти жилетки, манишки. Вот такая фейки. Продаются везде и всюду. Она сделана вот так и здесь на прихвате. То есть, она будет очень хорошо на какое-то платье, на рубашку с длинным рукавом и так далее. Безумно мне понравилось. В двух цветах есть вот такая молочная и черная. И какая приятная к телу. То есть, здесь нету шерсти. Она не будет колоться, чесаться. Мне кажется, очень здорово. Пишите, народ. Вы рукодельницы или вы сами ничего делать не умеете? Вы покупаете все готовое. Да, на такую, конечно, можно начать вязать. Но пройдет год и два, пока она будет готова. Да, конечно, если за такие деньги можно купить готовую, почему бы и нет. Я специально заправила волосы, чтобы показать, как красиво ворот. То есть, он вот такой вот мягенький. Он не будет душить. Его можно загнуть два раза или три раза. То есть, мне кажется, очень-очень здорово. Да, в этих примерочных, конечно, цвет просто караул. Кажется, что синие губы и синие зубы. Желтый цвет. Какая прелесть. Это можно стирать в машине в 30. Это у нас одного размера. Only size. 49,99. И молочная в этом магазине была последняя. Черных было очень много. Но вот светленькие все раскупили. В этом сезоне наверняка вот этот молочный село. Серо-светлый в теме. Ну и так как это одного размера, конечно, все нужно мерить. Но я думаю, если она очень велика или наоборот, вот это место, если распороть и подшить по-другому, тут можно сделать, как говорится, и другого размера. Это никакая не проблема. Даже такой человек, как я, который шить совершенно ничего не умеет, распороть две секунды и пришить новую ниточку, это тоже никакая не проблема. Ну и у входа, конечно, самая красота. Утепляемся стильно. Белая-белая с синим, красная. Очень много красивых цветов в линдексе в этом году представлено. Подписывайтесь, не хворайте. С вами была Оля из Тамбре. Всем физкульт-привет!